Друзья, как вы знаете, одна из самых главных казахских традиций это знать свою родословную до седьмого колена, знать всеми своих предков. И поэтому сейчас многие казахи начинают интересоваться своими родословными, восстанавливают генеалогическое древо, интересуются происхождением родов. На самом деле таких книг на русском языке очень-очень мало, их практически нету. На казахском языке такой литературы очень много, практически по каждому жузу, по каждому роду есть такая литература. Но на русском языке таких книг можно пересчитать по пальцам одной руки. Одну из таких книг я хочу вам показать. Книга называется «Материалы к истории киргиз-казахского народа». Написал ее Мухаммеджан Танышпаев. Это один из самых известных казахских историков, очень известный общественный деятель 20 века. Написал он эту книгу еще в начале 20 века. И как вы видите, издана она в 1925 году. Это переиздание. Называется она «Материалы к истории киргиз-казахского народа». На самом деле, несмотря на то, что так написано название, о киргизах здесь информации нету вообще. Вся информация здесь именно о казахском народе просто так получилась, что, к сожалению, и в Российской империи, и в Советском Союзе казахов называли киргизы казахами, киргизами. Несмотря на то, что киргизы казахам родственный народ, казахи это не киргиз. Поэтому не обращайте внимания на название. Главное именно содержание. В данной книге перечислены 99% родов, перечислены, где они расселялись, их генеалогическое древо. И сейчас я вам все это расскажу. Обратите внимание, книга сделана очень качественно. Вот такая вот упаковка. Шикарная, на самом деле, упаковка. И состоит она, как вы видите, из двух книг. Сама книга, да, твердая обложка. Вот он, Мухаммеджан Танышпаев. В 1938 году советское правительство объявило его врагом народа. И он был репрессирован, а затем расстрелян. Хотя это один из умнейших представителей казахского народа. Здесь перечислены и старший жуз, да, полностью. Среднего жуза, да, ну тут написано средняя орда. Сначала идет старший жуз, потом рода среднего жуза. Вот их история. Вот обратите внимание, это все только про ордынов, да. Вот, дальше идут, смотрите, Уак, Найман идет, да, Конрад здесь идет, информация про Конрадов. Дальше идет уже младшая орда, вот как вы видите. Откуда они пришли, да, где они жили, да, откуда они расселялись. Все это описано. Старые источники о них. Названия родов, да, вот идут. Дальше Уран, это боевой клич, когда бой был. Идут, смотрите, Тамги, вот, то есть это родовая печать, родовой знак. Так, Шапрашты, Джалаир, Канлы, Адай, Бирж, Алтын, Джапас, Тас, Есентемр, Тана, Байбахты, Масхар, Алаша. Все это перечислено, все это есть здесь. История каждого рода разбирается, каждого племени, да, Байолы, младший жуз. Помимо того, что здесь разбирается история родов, да, история племен, здесь еще очень много историй именно о казахском ханстве. Такая, ну, на самом деле не слишком толстая, но очень качественно сделана и очень содержательная. И второе приложение, которое есть, это вот такая вот книжечка, родословные таблицы называется. Что это такое? Я сейчас вам ее покажу, что это такое. Полностью по каждому роду идет таблица. Эта книга содержит в себе генеалогию казахских родов. Здесь перечислены генеалогические древа всех казахских родов, 99%. Обратите внимание, вначале идет вот такая вот таблица. Сколько и где жило в начале 20 века представителей разных родов? Вот, обратите внимание, Дулат, Албан, Шапраште, да, и вот здесь города перечислены. Ахтюбе, Уральск. Дальше идет уже конкретно по каждому роду. Дальше уже идет конкретно, представляются генеалогические древа. Вот, например, племя Дулат. И дальше уже идет от него ответвление, кто был родоначальником. И здесь в том числе, если вы из племени Дулат, то здесь в том числе перечислены ваши предки. Ну, вначале идет старший жуз, вот Шапраште, да, дальше идет средний жуз. И обратите внимание, почему мне интересно, потому что все-таки я больше знаком с младшим жузом. Здесь также представлен, конечно же, и младший жуз. Сейчас я вам его покажу. Вот, например, Береж, да, родословная рода Береж. Вот здесь идет конкретно, на что он подразделяется. Здесь идет примечание уже конкретно, где жили, кто их были предки, там, чем они отличались, да, какие есть поговорки насчет них. Помимо Береж, здесь есть и остальные рода младшего жуза. Вот, например, Аллаша, да, то же самое, тоже все перечислены. Книги идут в комплекте, две книги. Сама книга, где история родов и племен и генеалогические таблицы, да, всех родов. Книга вышла ограниченным тиражом, таких книг очень мало выпущено было. Поэтому, если вам интересна история своего рода, если вы хотите восстановить генеалогическое древо, если вы хотите знать, где жили ваши предки, в какой местности, то пишите, звоните, мы вам все расскажем, предоставим, доставим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok